По данным, идея судна на воздушной подушке первым выдвинул в 1716 году шведский философ Эммануил Сведенборг. Однако нагнетать воздух он предлагал вручную с помощью специального механизма. В 1853 году калежский асессор Иванов подал на имя главного управляющего путями сообщения графа Клейн-Михеля рапорт о придуманном им судне, которое нагнетанием воздуха под его дно может плыть со значительно быстротой – трехкильном духоплаве. Рассмотрев проект, департамент проектов Эсмет отказал изобретателю. В 1875 году идею использования воздушной смазки для судов высказал английский изобретатель Уильям Фрут. В 1877 году большое число форм корпусов с выступами и впадинами на днище для создания под ними воздушного пузыря предложил его соотечественник Джон Торникрофт. В 1882 году швед Густав Лаваль запатентовал устройство для подачи сжатого воздуха под судно. Впервые нечто похожее на современные суда на воздушной подушке со стенками бортов изобрел мистер Кутбертсон в 1897 году, получивший патент на новое судно. Осенью 1915 года был спущен на воду катер на воздушной подушке австрийского инженера Дагуберта Мюллера фон Тюмамюля. В том же году француз Шарль Террик сконструировал вагоны без колес, передвигавшиеся на воздушной смазке – скользуны. Принцип движения на воздушной подушке разрабатывал Константин Циолковский. В своей статье «Трение и сопротивление воздуха» в 1926 году он писал «Скорый поезд – идея предмета. Трение поезда почти уничтожено избытком давления воздуха, находящегося между полом вагона и плотно прилегающим к нему железнодорожным полотном. Необходима работа для накачивания воздуха, который непрерывно утекает по краям щели между вагоном и путем. Она невелика, между тем, как подъемная сила поезда может быть громадна. Если сверхдавление в одну десятую атмосферу, то на каждый квадратный метр основания вагона придется подъемная сила в одну тонну. Это в пять раз больше, чем нужна для легких пассажирских вагонов. Не нужно, конечно, колеса с маски. Тяга поддерживается задним давлением, вырывающегося из отверстия вагона воздуха. Циолковский. Первые в мире опытные катера на воздушной подушке Скегового типа были построены в 1934-1939 годах советским конструктором Владимиром Левковым. Целью работы Левкова были предельно быстрые катера для военного применения. Было создано полтора десятка разнотипных судов весом от полутора до пятнадцати тонн. Все они были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Левков также экспериментировал с действующими моделями СВП камерного типа, однако эти работы развития не получили. Британский изобретатель Кристофер Кокерелл, патентную заявку на схему судна на воздушной подушке принципиального конструкции, названная им Ховеркрафт, парящий аппарат, подал 12 декабря 1955 года. Первый прототип, построенный воем судна на воздушной подушке SRN-1, был построен весной 1959 года и всего несколько недель спустя за 20 минут пересек Ла-Манш. На этой конструкции основаны все коммерческие военные суда на воздушной подушке в мире. К началу 21 века было построено множество экспериментальных судов на воздушной подушке водоизмещением более 150 тонн, которые уже совершали пассажирские грузовые рейсы. Однако из первых судов на воздушной подушке с повышенной мореходностью, предназначенной для перевозки пассажиров и грузов через пролив Ла-Манш при волнах высотой до 3 метров, английское судно SRN-4, построено в 1067 году. Оно имеет сопловую схему образования подушки с гиперограждением высотой 2,1 метра, водоизмещение судна 167 тонн, на нем размещается 670 пассажиров или 174 пассажира и 30 автомобилей. 4 газовые турбины мощностью по 3130 кВт приводят во вращение 4 вентилятора и 4 винта изменяемого шага. Максимальная скорость над водой 120 км в час. Давление создается не вентилятор, а турбина. Третья модификация этого судна вместимость 418 пассажиров 60 автомобилей была использована для перевозок на острове Уайт. Вы летите над скалами, речным потоком и землей без помех. Это корабль на воздушной подушке. Этот аппарат используется как судно скорой помощи в Канаде в долине буйной реки Фрейзер. Когда поступает вызов, корабль можно выгрузить и запустить за считанные секунды почти где угодно. Разработчики установили в машине только один винт и один мотор, что нестандартно для кораблей на воздушной подушке. Традиционно такие суда имеют два отдельных винта и мотора. Один для полета, другой для движения. Это машина легкая, компактная, а ее двигатель работает за двоих. Итак, как же она устроена? Когда вы стартуете, винт закачивает воздух в воздушные мешки юбки, сделанные из нейлона. Давление воздуха поднимает аппарат, так как единственный выход наружу для воздуха – поднять всю машину целиком и пройти под краем юбки. Вы поднимаетесь и плаваете на подушке из сжатого воздуха. Но вы не можете двинуться вперед. В этот момент другие суда на воздушной подушке включают второй винт для движения. Потому что у них нет вот этого – рассекатель, который разделяет воздушный поток от винта. Он направляет вниз поток воздуха, достаточный для подъема, а остальную часть приберегает для движения вперед. Когда вы оседлали ветер, у вас нет проблем с трением. Так что этой машине нужен двигатель мощностью в 65 лошадей, чтобы развить скорость в 70 км в час. Вы можете мчаться на лодке, но при этом вам придется преодолевать трение воды и потратить больше топлива. А в этом аппарате больше от самолета, чем от лодки. Ни течения, ни волны вас не касаются. Перемещение по земле не вызывает затруднений. Гибкая юбка с отдельными воздушными мешками поднимается и опускается, огибая препятствия. И если один из мешков порвется, соседний закроет брешь. Да и заменить поврежденный мешок можно очень быстро, как и все остальное в этой машине. Рукоятки, связанные с рулями направления. Помехи при навигации проблем не вызывают. Что делает подобную технику незаменимой при спасательных операциях. Но что делать, если надо просто остановиться посреди реки? Обычные суда на воздушной подушке могут заглушить второй винт и зависнуть на месте. Но только с одним винтом такое не получится. Если двигатель заглушить, то вы потеряете скорость, подушку и плюхнетесь в воду. Чтобы обойти эту проблему, инженеры позаимствовали идею у реверсивных двигателей-истребителя. Эти лопатки перехватывают воздушный поток и направляют его вперед, запуская обратную тягу. При этом сохраняется давление в воздушной подушке. При приближении к цели лопатки обеспечивают точный контроль движения судна. А в этом положении давление в подушке ослабевает, и палуба опускается ниже к воде. Плотная густая пена удерживает аппарат на плаву, пока пострадавший перебирается на борт. Пока винт набирает обороты, лопатки выставлены в положение обратной тяги. Затем они поворачиваются, и судно летит вперед. При создании этого спасательного судна на воздушной подушке разработчики нарушили несколько правил. Однако оно получилось легким и компактным. То, что надо в экстренных ситуациях. Полулодка, полусамолет. Этот корабль молниеносно появляется там, где каждая секунда на счету. Судно на воздушной подушке может двигаться очень быстро, потому что ему не нужно раздвигать воду. Воздух под давлением нагнетается под днище, и судно парит над поверхностью воды. За счет воздушной подушки оно легко передвигается и по болоту, и по песку, и по снегу. Чтобы построить игрушечное судно на воздушной подушке, прикрепим кусок пластиковой трубки к центральному отверстию компакт-диска. На трубку наденем резиновый воздушный шарик, надуем его и поставим диск на стол. Диск с шариком парит над столом и скользит по нему практически без трения. Может быть, наше судно держится на плаву за счет реактивной струи, вылетающей из сопла? Проверим это. Запустим судно над столом. Оно падает вниз. Значит, реактивной силы для его поддержки не хватает. И нам надо искать другое объяснение. Воздух вытекает из шарика через узкий зазор между диском и столом. Силы вязкого трения препятствуют движению воздуха через такую узкую щель. Чтобы выталкивать воздух наружу, давление под диском должно быть больше атмосферного. Это повышенное давление создается надутым шариком. Оно и поддерживает судно на плаву. Вы думаете, теперь все стало понятным? Сделаем еще один опыт. Перевернем судно, поднесем его к потолку и отпустим. Судно висит под потолком и не падает. Теперь диск ведет себя, как присоска. Мы можем объяснить и этот опыт. Вспомним о законе Бернули, который говорит, Чем больше скорость потока, тем ниже давление в нем. Когда воздух из шарика вырывается через широкое сопло в узкий зазор между диском и потолком, его скорость резко возрастает. А значит давление в нем резко падает и становится меньше атмосферного. Поэтому атмосферное давление прижимает диск к потолку. Итак, у нас есть два опыта и два объяснения. Когда судно парит над столом, давление в зазоре должно быть повышенным, и это происходит за счет вязкого трения. Когда судно висит под потолком, давление в зазоре должно быть пониженным, и это происходит за счет действия закона Бернули. Но тогда получается, что один и тот же поток воздуха в зазоре между диском и опорной поверхностью может создавать и повышенное, и пониженное давление. Сумеете ли вы разрешить этот парадокс? Упражнение номер 59. Прототипом являются, наверное, все-таки биологические объекты. Например, кальмар или медузы. И речь идет о... Или реактивные движения. А изобретением является судно на воздушной подушке, про которое вы уже посмотрели очень много вводной информации. Действуем так же, как обычно. Мы сначала анализируем в рабочей тетради и фиксируем карандашом все наши мнения в отношении того, какие эвристики были использованы для того, чтобы создать это изобретение. А потом в софте нажимаем кнопочки для того, чтобы получить расшифровку этого упражнения.